Всем снова привет! Продолжаем играть в покемонов. Если вам интересно, почему вчера не вышла серия, это потому что я немного лоханулся. У меня не получилось победить лидера этого стадиона, поэтому я пошел гриндить, поймал гримера, и он нам сильно поможет, как оказалось, в прохождении этого стадиона. Да, еще я поймал Петель Лил, он нам пригодится в будущем, я так думаю. Он точно должен пригодиться, по крайней мере, в последнем стадионе. Я посмотрим, как пойдет дело. В общем, ладно, прямиком сейчас идем сражаться с Бургом. Не сюда вообще-то. И еще насчет того, что было сделано за кадром. Я сразился в той боевой кампании, которую мы отметили в прошлой серии. И мне там дядяка дал Experience Share, такая очень полезная вещь, которая позволяет распределять опыт между двумя покемонами. То есть, например, сейчас у меня будет Кэви держать Experience Share. И если у меня первый, ну то есть, покемон, который будет послан на битву, это гример, он победит какого-то покемона, то он получит 50% опыта, и Кэви получит 50% опыта. Все логично, предельно просто. Так, вот мы здесь. Значит, это стадион, я не знаю, как это по-русски сказать, жукового типа? Насекомого типа? В общем, ладно. Привет. Ну, это понятно. Ну, в общем, нам тут этот гид дает, как всегда, свежую воду. Отлично. Тут вот надо всасываться в эти коконы. Шелковые, не шелковые. Мда. Так, ну и сражаться с тренерами, конечно же. Так, что-то как-то громко. Давайте я вот так вот звук сделаю. Так, почему я поймал гример? Потому что, как оказалось, здесь большинство покемонов на этом стадионе, они не просто типа насекомого, они еще и травяные. То есть, это боль. Но поэтому наши ядовитые атаки, вот вроде Слют же, будут суперэффективны здесь. Так что, в общем, это удачный пыль. Вот видите, сколько ему снес. Еще и отравил, потому что он вообще замечательный. В общем, можно сказать, ваншотом. Да, тут сколочные вот эти вот сибэдлы и его эволюции. То есть, боль, в принципе, боль, конечно. Был у вас начал, а теперь, в принципе, понятно, как с этим всем справляться. Да, собственно, вот так вот мы ему сносим немало. Большую часть хп. Да, если вы еще, наверное, обратили внимание, что звук на этих видео так себе отдается каким-то эхом или гулом типа того, это, скорее всего, из-за акустики комнаты, в которой я снимаю. Здесь она не очень. Так что я стараюсь говорить чуть потише и четче. Надеюсь, ему хуже меня не слышно от этого. Так, вот этот клоун вылез из кокона. Да. Хрилекин джек. Так, комби. Ну, тут, конечно, можно было бы поменять, наверное. Да вот кэви даже пускай. Да. Комби это просто тип насекомых, так что здесь ядовитые атаки не будут суперэффективными. А кэви у нас посильнее, так что я его пошлю. Ну и вот свадлун, собственно. Сводлун это одна из эволюций Севедла, видимо. Как раз из-за них я страдал. При предыдущей попытке. Да. А вот он тоже травяного типа. поэтому используем сладжи. И немало так ему сносит. Да. Еще раз. Да, и его все травяные атаки будут не очень эффективны на нас, что тоже плюс, конечно. потому что у лидера бурга таких покемонов тоже два вообще. Вот. Он все использует выстрел паутины, который нас замедляет вроде. но все, в принципе, преодолимо вполне. Так, проходим дальше. вот сюда. Сражаемся с очередным Орликином. Орликином. Интересно, почему в стадионе этого типа сплошные клоуны. Конечно. И вот опять же он шлет Сигмедло. Как будто бы других покемонов этого типа не существует. Как будто специально для меня это все подстроили. Ну, теперь у меня появился выход, конечно, в виде нашего гримера. А-а-а-а. Да, вы, наверное, уже поняли, что гример это покемон ядовитого типа. Сложно было бы не понять это. Да. Так, я надеюсь, мы его сейчас... Нет, к сожалению. Хотелось сейчас отравление его, конечно, выведить из сознания. Вот Двэбл это, конечно, уже не так сложно, потому что можно послать Беви и его водные атаки будут суперэффективны. потому что Двэбл еще и каменный видимотип вместе со своим насеком. Да. И... Ну, правда, у него способствуются это вот старди, которая позволяет ему избежать потери сознания на последнем колочке здоровья. Да, и вот он использует эту песочную атаку, которая уменьшает нашу точность, из-за чего вообще неприятно становится. Да, ну, собственно, это было не очень сложно. Еще и 24 уровень теперь у нас вообще замечательный. Так, ну, комби я как бы... Ну, давайте для разнообразия пошлем Риолу. Интересно, когда уже Риол эволюционирует в Локарио, но для этого нужна высокая степень дружбы, так называем, с тренером. Так что, это, конечно, вопрос. Так, ну, это, конечно, так себе. Сейчас ему сносит, но, в принципе, могло бы и меньше. Да. А, ну, вот еще и критикал хит. Отлично. И подняли уровень до 21. Вдвойне отлично. А вот, собственно, как-то очень четко я сказал, сейчас Риолу эволюционирует в Локарио. Совершенно внезапно. Никто не мог этого ожидать и предсказать. Какая странная здесь анимация эволюции. Он как будто на клочке бумаги разбирается. Ну и вот один из крутейших покемонов стального и боевого типа Локарио. И да, я вам не сказал же, я совсем забылся, за кадром наш Лилипап эволюционировал Хардиер. Это тоже хорошая новость. А, конечно же, ну ладно, поднимаемся дальше в этих коконах. так, здесь он, Двебула пошлет первым. Ну ладно, неважно, в принципе, наш гример, это все равно будет полезен. Да, он шлет Двебула первым. Ну и вот. Ну давайте сразу сменим тогда. Атаки Лукарио тоже будут суперэффективны, потому что, насколько я помню, боевой тип против каменного боевые атаки суперэффективны. Да. Ну, форспаун пока нам доступен из чего-то подобного. Так. А нет, смотрите-ка. Видимо, он земляной тип, а не, какой я сказал, не каменный. Да, они отличаются. Но мы все равно не слабо стали так бить, потому что после эволюции покемон, конечно, сильнее становится. Да, мы оставили ему немножко хп все же, но ладно, в общем. Все равно мы его одолели. Так, свадлун. Ну, опять же, свадлун. Здесь понятно, что нам надо делать. Здесь особо вариантов-то и нет. Так, ну, давайте сладж. Он опять замедляет нашу скорость. да, вообще не слабо сносим теперь. Я поймал гримера на 18-м уровне, вот, развил его до 21-го. Эволюционирует в маг, он, по-моему, вообще очень поздно. Где-то на 40-м уровне. Хотя, я в этом не уверен, конечно, но где-то вот там вот далеко вообще. Ну, теперь у нас уже 22-й, и это отлично, потому что сейчас уже будет битва с Бургом. И вот нам этот Орликин говорит, что мы готовы, в принципе. Ну, давайте вылечим наших пострадавших покемонов. Куда я листаю вообще? Вот, супер-поушен. Хотя, нам же дал свежую волну. Давайте ее используем на Гримере. Ну, и на Кеви используем супер-зелье. Да. И еще, конечно, стоит перестраховаться и выдать оставшиеся наши Орн-ягоды Гримеру и кому. Ну, и Кеви. Хотя, он сейчас держит экспириенс шея, но мы их поменяем местами. Все, собственно. Мы, в принципе, готовы. Я надеюсь, что на этот раз получится и это будет последний дубль. Ну, ладно, в общем, поехали. Отличная работа была в Северсах. Да, я так и не узнал, как переводится Северс. Мои покемоны насекомого типа будут ждали с нетерпением, что он сразится с тобой. Я хочу сказать, что мои покемоны насекомого типа действительно хорошие. Камон, дай-ка мне пояснить немного. В общем, у Двебла там глаза милые, мой аз это Ливани. Да, это Больвен использует целых двух покемонов двойного типа, один из из типов травяное. Это прям специально на разработчике все подстроили, чтобы если я выбрал, а Шавота своим стартером у них было как можно больнее на этом стадионе. Поэтому, конечно, надо было поймать кого-то, чьи атаки будут суперэффективны. Ну, дать сладж. Что у нас выбора особо нет. Что используют. так что чисто сладж. Нормально. Ну, ладно. Да, я напомню, что лидеры могут использовать всякие зелья и лечить своих покемонов даже раза по два иногда. Вот, мы его отравили хотя бы, это, конечно, очень хорошо, у него осталось немного хп, но я чувствую, что да, он использует гиперзелье, разумеется, нельзя же просто так это оставить куда бы. Ну, ладно, впрочем, нам немного осталось, сейчас один удар еще, и мы его одолели, я думаю. Да, вы видите, что его атаки не очень эффективны против гримера, что, конечно, отличная новость, учитывая, что они суперэффективны против нашего криви. Он хочет послать дуэбла, но здесь я, конечно же, пошлю криви, потому что здоровье гримером будем экономить, мы его еще и вылечим перед следующим покемом. Так, ну, здесь чисто рейзоршелл, режущая ракушка. Так, он использует не атакующее движение, но он увеличил свою скорость, и сейчас использует смэкдаун, который нам мало чего делает, конечно. Так, собственно, минус два покемона уже, остался последний. Что я сейчас сделаю? Смотрите, гениально. Мое решение, я это часто использую при своих прохождениях, я подставлю задницу одного своего покемона, чтобы вылечить другого. Да, я очень хороший тренер, конечно. Ну, кардер, так, вот, конечно, нам здесь слабо поможет, я думаю. Так, все, музыка поменялась, последний покемон, подливание. Ну, ладно, в общем, супер зелье на гример, потому, что здесь чисто гример тащить будет, я думаю. да, о чем я и говорил, подставить своего покемона, пока лечишь другого. В общем, давайте пошлем гримера уже и используем чисто сладоши. как и всегда на таких покемонах. Ну, смотрите, мы ему, в принципе, нормально так сносим, сравнивая с другими покемонами, вот нашу ворон-ягоду съел гример, немного подлечился. Да, это как-то слишком даже просто было, я сам не ожидал, что мы сейчас пройдем с первого раза. Надо же. Ну, это, конечно, замечательно все. Да. Ого, ты реально сильный. Я думаю, это не сюрприз, что я проиграл. Вот, возьми этот значок насекомого, я думаю, что он тебе идет. Он не метется. Ну, ладно, это у нас... Это нас... Что я говорю? Это наш уже третий значок в этом регионе. Получается, осталось всего лишь пять. Ну, как всего лишь, это, конечно, немало, но мы уже делаем все большие шаги к лиге покемонов. Ну, ладно. О, значок насекомого подходит тебе даже лучше, чем я думаю. Если у тебя есть три значка, покемоны до сорокового уровня будут подчиняться тебе, включая покемонов, полученных при армии. А, и знаешь, что? Я дам тебе это. TM76 страгл баг. Борющийся жук. Какое странное название для атаки. Так, в общем, он рассказывает, что это делает. Ну, и мы прошли, наконец-то, это вот просто, я не знаю, это очень хорошая новость, потому что я вот как вам сказал уже, я не смог пройти с первого раза. А вот сейчас так просто все получилось. Так, интересно, конечно, куда нам дальше идти? Я так думаю, что вперед, вот туда, вот наверх, какой-то маршрут восьмой, что ли, если не ошибаюсь. Да. Ну, давайте сначала вылечим наших покемонов, конечно же. Да. Все, и раз уж мы получили какие-никакие деньги, так, давайте в первую очередь выдадим кому-нибудь экспириенс шею, чтобы опыт он получал. ну, кому же его дать? Ну, у нас в развитии отстает больше всех пяти вилл, так что мы ему выдадим. А первого покемона в нашей пати поменяем на кэви. Да, и кэви так и не сожрал эту ягоду, так что я ее заберу. Все, ну, и давайте купим немного зелий, а то как бы о, наконец нам стал доступен ревайв, я долго этого ждал. В общем, что он делает? Если у вас покемон потерял сознание в бою, вы сможете его восстановить, да и не только в бою. Стоит он, конечно, немало, и да, он восстановит хп покемона до 50%, вот. Так, ну, давайте купим парочку пока, хотя бы. и нам еще гиперзелья стали доступны. Ну, давайте пока суперзелья буду покупать, парочку куплю опять же. Ну, и пока, я так думаю, все, суперрипелы нам еще доступны. ну, давайте парочку тоже, почему бы и нет. В принципе, деньги пока более-менее есть, хотя их, конечно же, мало в такие моменты. так, ну что ж, двигаемся дальше, видимо, нам как раз на тот маршрут, который за Костеллией находится спереди, если можно так сказать. О, вот тот самый чувак, кстати. Что скажешь? О, это снова ты. Не могу ли я посмотреть на твоих покемонов? Ну, давай. я рад, что ты сотрудничаешь со мной. О, как интересно, твой Дэот похоже выражает больше самовыражения, чем другие его, другие покемоны его вида. Как-то странно это прозвучало сейчас, но ладно. И ты тренер с тремя значками. Фантастически. Я не уверен, как у тебя дела, но я думаю, что ты развиваешь силу твоих покемонов. А, извини меня, я ученый, меня зовут Колорос. Тема моих исследований это из... так, ну, в общем, что-то вроде приносить силу покемонам. И да, Колорос это персонаж, который также появится в седьмом поколении в играх покемона Sun Moon и Ultra Sun Ultra Moon моих любимых. Поэтому я его уже знаю чисто по тем играм. Да, ну там он как хороший персонаж выступает, не знаю, как здесь, конечно, в общем, посмотрим. Развивать силу своих покемонов это возможно, чтобы развить их максимальную силу с помощью связи, которую они распределяют с их тренером. Или же здесь есть немного какие-либо другие методы. Мне хочется протестировать мою теорию, сразившись с тобой. Вот это да, совершенно внезапно. Найдешь ли ты это приемлемо? Ну, конечно, давай, почему нет? В любом случае, я жду тебя на маршруте 4. Это прямо спереди здесь. Да, я ошибся, это не маршрут 8, это будет маршрут 4, да. Конечно, это не имеет большого значения, но и ладно, в общем. В общем, нас ждет сейчас битва с Колоросом, я так понимаю. Конечно, интересно, что он нам сделать сможет. Опять здесь какие-то люди бегут. Ну, ладно, в общем, продвигаемся дальше. О, Бьянка. Хей! когда я увидел тебя в городе, я хотел встретиться с тобой. Вот, возьми это, ну, как это называется, доузинг-машину, в общем, аппарат для поиска скрытых предметов. Вот. Ты можешь использовать доузинг-машину, чтобы находить места, где предметы спрятаны. замечательно, находить предмет, когда ты ищешь покемона. О, удачи тебе. А, если ты часто используешь доузинг-машин, лист обитания, обитания, я правильно сказал? наверное, и все. Так, в общем, почему вы не регистрируете их, что-то такое, я думаю, это написано в книге, я нашла это, хорошо, я это прочитаю. Ты можешь регистрировать предмет, просто нажимая кнопку Y. Это мы уже поняли, мы так сделали с нашим велосипедом. Мы теперь можем его использовать, просто нажав кнопку Y. Так, ну, собственно, пойдем дальше. В общем, маршрут 4, и здесь нас ждет Колорес как раз. Так, маршрут 4, ну, ладно, поехали. Так, ты не тренер? В общем, он говорит, что покемоны прячутся вот в песке, который темнее, чем вот этот светлый. В общем, вот здесь уже можно встретить диких покемонов. Да, а вот ты тренер. Ну, ладно, в общем, идем дальше, продвигаемся. Эти места мне уже известны по первой части игры, так что, надеюсь, не запутаемся. Просто вот предыдущие три города, в которых мы были там, Воспертия Сити, Полцеси Тау и Вирбанг Сити, их не было в первой части, их добавили именно здесь, что, конечно, отличный ход, так что, я их вместе с вами исследовал, можно сказать. Так, он хочет послать Хардир, Хердир, а как правильно это? Ну, у нас, конечно, на такой случае есть Лукарио наш, который уже эволюционировал, я очень рад, потому что этот покемон мне нравится, я его в шестом поколении использовал, использовал, когда проходил. Так, форс спал, ну, это вообще он шутит. У Лукарио явно стал сильнее. Так, ну ладно, а мы двигаемся дальше. Так, ты же тренер, да? Не надо избегать битв, потому что, как я уже раз 200 вам говорил, опыт лишним не бывает. И там, если вы заметили нас уже ждет Колорес, конечно, очень интересно, что у него там будет, какие покемоны, как он себя покажет, в общем. Так что мы сейчас уже дойдем до него, а потом, наверное, уже будем заканчивать серию. Я посмотрю, еще сколько времени прошло. Ну, в общем, ладно, пока сражаемся с этой тренершей. Так, он избежал атаки. Да, точность этой вот атаки, режущая ракушка, она не 100%, так что изредка, изредка мы можем промахиваться. Какой странный звук издает этот покемон. Мне кажется, вам игра сейчас тихо как-то слишком встала, так что добавлю звука. Марио, Майл, Мэрил, но тут Петелил как раз нам пригодится на такие случаи, на случай водных покемонов. Травяной как раз будет идеально. Единственное атакующее движение, которое он знает, это Мега Дрейн, Мега Дренаж. Я правильно это назвал? Наверное, да, потому что мы как бы выкачиваем энергию из покемона противоположную. Так, ну нам немного осталось. Так, ну давайте еще раз. Ну и все. Вот, как вы видите, Петелил восстанавливает свою энергию, забирая энергию покемона противника. Так, о, он еще хочет выучить магический лист, что бы это ни было. Так, 60. Эта атака никогда не промахивается. А вот это, конечно, полезно будет, разумеется. Я, наверное, синтезис забуду в обмен на это вот Омега Дрен, пока нам еще пригодится. Вот. Ну и что ж, сейчас нас ждет колорец уже. Очень интересно, что он нам покажет сейчас. Лечить не буду, наверное, покемона, потому что у нас, в принципе, все более-менее здоровы. Я ждал тебя. Но какая разница? Заинтересован в том, что за мной? Это не просто камни, это покемоны, известные как красство. В общем, посмотри, с этим девайсом, который я создал, чтобы заряжать покемоны, я буду зарядил их, видимо, проснулись и ушли. Это гениально колорец, это, конечно, вообще просто технологии шагнули очень далеко вперед. Ну ладно, эти красоты, где они откладывают, то есть, когда они лежат здесь без энергии, с их, в общем, камнями на спине, в общем, команда Плазма сказала, мы должны опознать их потенциал в покемонах и управлять ими с помощью людей. Я вот не согласен. Это должно быть так, чтобы люди превозносили как бы скрытый потенциал покемонов. конечно, очень мудрая мысль. Теперь то, что я думаю, это никогда... А! О чем я думал? Я никогда не спрашивал твоего имени, мистер Куэкс. Я запомню это имя. Ну хорошо, теперь я протестирую тебя как тренер, который может превознести скрытый потенциал покемонов. хорошо, битва с Колоросом. Интересно. Так, Магни Май. Здесь, конечно, Кэви покажет себя не лучшим образом, да? Так что, я думаю, послать Лукарио стоит ли? Ну, я думаю, стоит, конечно, да. Это явно нам не повредит сейчас. Но я надеюсь. Ага, он использует Thunder Wave, теперь мы парализованы. Но я все же попробую использовать Force Spawn, потому что это будет суперэффективно против него. Так. Ну да. Почти ваншотнули, но у него опять же это способность Starge, которая позволяет ему избежать удара. А Колорос еще и Суперзелье может использовать. Вот это да. Я не знаю, стоит ли сейчас лечить Лукарио от паралича, потому что он может в любой момент снова его использовать. Так. Опять его способность Starge работает. Что ж такое? А, ну все, собственно, быстрый атак, и мы его победили. Да, отлично. теперь Клинк он хочет послать. Что за Клинк? Это, кажется, тоже стальной покемон. Ну, я, наверное, сменю покемода, потому что Лукарио немножко пострадал уже. Так, кстати, интересный факт. Ядовитые атаки не имеют абсолютно никакого воздействия на стальных покемонов. Давайте Хардиро пошлем. Пока что. Хардиро, как правильно-то говорить. Так, ну, как я и думал, Клинк это покемон стального типа. Давайте Стрэнг это используем. Ага, это не очень эффективно. Давайте Укус так думаем. И это не очень эффективно. Нам надо явно сейчас вылечить Лукарио и будет поменять покемон. Да, у меня так кажется. Давайте статус Рестор Паралайс Хил Лукарио Все. Так, он там заряжается. Давайте менять на Лукарио. Так, Хардиро возвращается. Вперед Лукарио. Так, ну давайте Форрес Палон. Мы победили Клинка, отличная новость, и победили Колроса в принципе. Получили 2300 покер рублей. Я вижу прямо как геймлидеры в каждой зоне или же элитная четверка и чемпион в лиге покемонов. Ты превозносишь силу покемона. В общем, да. Это тип человека, которым ты являешься. Я очень сильно рад, я очень сильно благодарен за твою помощь. Это в общем подтвердит мою благодарность. Он дал нам протеин. Спасибо. Это фрустрейтинг. Если только ты можешь поговорить с покемоном для того, чтобы превознести его силу. Но здесь нет пути для человека прямо как в общем который никогда не существовал. хорошо теперь мистер Пекс я надеюсь мы еще когда-нибудь увидимся с тобой. В общем интересный конечно человек Колорос. Интересно посмотреть что будет дальше. Ну а мы пока я думаю на этом остановимся. Давайте вот с этими двумя тренерами сразимся сейчас. И потом я уже подумаю что сделать за кадром. Может я перейду в следующий город. Я думаю вам просто на битвы с тренерами и прохождение по маршрутам смотреть не так интересно как на то что происходит в городах при битвах с теми же геймлидерами например. так здесь здесь бы конечно наш гример пригодился ну ладно давайте тогда вот так вот сделаем а здесь мы сделаем как-нибудь вот так 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 себе конечно поработать сейчас надо бы поменять кейли на нашего гример они все на меня все нам нам точно надо сейчас менять давайте сменим так а вот ты пусть использую используй пожалуй 100 так это вот у нас 60 ну ладно давай форспаун сейчас гримера пошлем а нормально смотрите ка еще и парализовать вот это уже не так сильно на нас работает и это тоже отлично так все они бьются из песчаного шторма ну и давайте петелила уже минус нет а котуни мы быстро атак коты как правильно это говорить собственно котами минус так и здесь у нас тоже минус все собственно на этом так ну и давайте еще с этим тренером сразимся а потом уже наверное закончим на этом пока что так богатый мальчик этот какой-то так класс тренера называется так здесь бы конечно лукарио потому что кэви у нас еще и пострадал изрядно в прошлой битве да давайте поменяем так он использует тейк дон давайте форс спал потому что суперфиктивно конечно же будет сейчас смотрите какая-то способность лукарио раскрылась стит фест которая усиливает его скорость видимо при определенных обстоятельствах кэви аж до 25 уровня поднять он хочет выучить водный пульс я думаю это нам вот вместо water gun как раз пригодится больше да все замечательно петелил еще возрос у нас все ну и на этом мы пожалуй приостановимся спасибо большое что смотрели я смог победить бурга я очень рад это был второй дубль потому что в общем мы продолжим с вами в следующих сериях за кадром я наверное потренируюсь сам здесь немного ну и спасибо что смотрели всем удачи и всем пока до новых встреч субтитры субтитры субтитры